Месяц температурных волн. Так синоптики называют ноябрь. Последние 30 дней осени будут выше климатической нормы. Однако, стоит ожидать и морозов до минус 15 градусов. Кроме этого, ноябрь может стать богатым на туманы. Стоит ли ждать в городе обильных снегопадов, узнала Лилия Мишалкина. Ноябрь начался с вот такого теплого солнышка. Да и весь месяц дыхания зимы мы не почувствуем. Среднемесячная температура будет примерно минус 6, что на 2 градуса выше нормы. Зато уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют безветрие. А это значит, что красноярцы будут видеть вот такую серую дымку. Ведут ли снова режим неблагоприятных метеоусловий, пока неизвестно. Конец октября уже напомнил красноярцам о скором начале зимы. Теперь температурные качели будут раскачиваться с большей амплитудой. Синоптики обещают в начале месяца до плюс 9, а настоящие морозы вторгнутся в ноябрь 10 числа. Наступит так называемое предзимье. Но ближе к самому декабрю обещает потеплеть. Окончание месяца ожидается тепло. Но основная градация вполне вероятно будет начиная от минус 5 до минус 10 градусов. Дневные температуры от нуля до минус 5 градусов. А что насчет осадков? Скоро мы будем ездить на настоящих снежных горках. Уже на этих выходных в Красноярск придет снегопад. Правда, в первой декаде месяца он будет идти с дождями и постепенно в течение дня таять. А уже к концу ноября, вероятно, все дворы Красноярска покроются снегом основательно. Вместе с первыми серьезными снегопадами придут и первые вьюги. На дорогах будут туманы и гололед. Снежные заносы и накаты на извилистых участках дороги в это время не редкость. В МЧС просят быть предельно осторожными. К авариям могут привести и магнитные бури. Они в Красноярске будут начиная с 1 ноября и в течение пяти дней, а также 10, 11, 18, 19 и 26 ноября. В период геомагнитных возмущений отмечается рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. У водителей возможно сильное замедление реакции, повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем исключить по возможности физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе. Но гуляйте с осторожностью. Уровень воды в Енисее поднимется еще на 70-80 сантиметров. Об этом сообщили в МЧС. Это нужно, чтобы речной флот окончательно вернулся на место зимней стоянки. Ну и напоследок важная информация про День народного единства. В Красноярске будет тепло, но пасмурно. До минус двух ночью и до плюс пяти днем. Лилия Мишалкина, Эдуард Баглай, 7 канал.